Елена, что тут многие кричат, зачем нам Крым, какой смысл, какова экономика, не будет ли Российство, это очень дорого. А вот если рассматривать именно с экономической позиции, что даёт Крым? Значит, для того, чтобы вещи не стоили дорого, надо уходить в эмиграцию, садиться на пособие по безработице и вообще тогда получать халяву. И ничего дорого стоить не будет. Крым? Да ничего ж, кроме головной боли. Что там было написано? Мы приобрели Крым, но потеряли, и дальше в разных источниках, мы потеряли Украину, мы потеряли Европу, мы потеряли опции интеграции в западный мир и так далее, и так далее. Если говорить об экономике, вернулись к старой глупой отмершей политике 19 века. То есть, счёт возможностей и баланс прибыли-убыток. Всё. Очень просто так. Без идеи о том, что у вас тут есть и это, и это, и ещё вон то, и вы ещё ведёте себе нехорошо. По трубопроводу Южный поток. Ну, то ли 20, то ли 25 миллиардов экономии долларов. Протяжки трубы не через глубоководную часть Чёрного моря, а просто в приближных водах или через Крым. Точка. Уже одно это вообще-то оправда. Далее, это к вопросу о визите в Китай. Фактически похороны, идеи обхода российской территории, неважно, это Северный морской путь или Транссиб, по транзиту грузов из Азии в Европу через так называемый Новый Шёлковый путь. Огромная часть которого была китайским проектом, потому что если у вас в этой ситуации не существует глубоководного западно-крымского порта по визу, в том числе, зерна, то вообще-то многие проекты так повисли и так подвисли. Более того, это стратегическое укрепление России в Чёрноморье, и это в том числе и те результаты, которые достигнуты в Китае. Потому что если вы показывали, кто в Думе хозяин, то с вами надо считаться, оказывается. И вот это понимают и Турция, и Индия в существенно большей мере, чем это происходило до того, при всей нашей дружбе исторической, потому что там как раз Джаната партия, там Индийский национальный конгресс-то со всей нашей дружбой уже больше нет, Джаната партия взяла власть всерьёз. И Китай с вами считаются только, если вы демонстрируете хилу, всё остальное – собачья чушь. Замечательная история о том, как Китай у Украины берёт в аренду, причём чуть ли не на правах исключительно китайского суверенитета на этой территории, сельхозугодия, в том числе крымский, кстати говоря. Около 5% того же Крыма должно было идти под выращивание сельхозкультур для Китая. Это не только на Украине, это и в Судане сейчас происходит там, и не только Китай, это и Эмираты, но это очень важная тема. Но сегодня этой важной темы нет. И в этом плане геополитическое положение Российской Федерации усилилось на порядок, не в разы. А зачем нам Транссиб был? Ты помнишь эту знаменитую трассу? Её экономически просчитать было в те годы, когда её строили, невозможно. Это было нереально. И все говорили, всем тем, кто стоял за эту железную дорогу, неважно, был это там Витте, или какие-то реформы проводил Столыпин. Было мощнейшее контрлобби, которое говорило, что это мегапроект, который 10 тысяч лет не нужен никому, разорителен, никогда не окупит. Правда? На самом деле, первый раз от него был толк, когда немцы встали под Москвой. Потому что если бы сибирские части не прибыли по этой железной дороге под Москву, то всё. И этого что, кто-то мог предсказать? В 900-х годах, в 10-х годах? Да как бы нет. Просто у вас или есть инфраструктура, или её нет. Не случайно, на сегодняшний день.